Судьба золотой медали чемпионата России, наилегчайшая весовая категория. Елена является призером чемпионата Европы 2004 года в городе Москве, который проходил. 14 лет назад, 13 лет назад. Да, да. Вот именно тогда. И вот, как правильно сказать. До сих пор действует сейчас спортсменка. И самое интересное, в финал раз выходит, значит не статист. Да нет, конечно, это закономерность, это опыт. И значит так говорит о том, что человек тренируется, готовится к соревнованию. Ну давайте посмотрим за поединком. Центр поля заняла спортсменка синим поясом. Но на срыве, вот Елена сейчас зарабатывает балл. Юка. 4 из 5 это... Значит мы видели и, да, флажки, которые были выброшены в сторону Елены. И соответственно Елена зарабатывает первый балл. Получает преимущество. Еще одна атака в голову. Мимо цели. Потерял равновесие. Садулина. Елена попыталась добить, но мимо. Плюс замечание. Линия захвата получает дополнительно. То есть вчера мы говорили о том, что поединки приобрели очень строгий характер в плане грязи. То есть стало меньше захватов, меньше пассивных действий. То есть поединок диктует динамику. Спортсмены должны сразу начинать работать. Практически без разведки боя. Ну и у девушек всего 2 минуты. Тут абсолютно дни до раскачки. Еще в 3 минуты, как говорится, можно, да? Да, 2 минуты чистого времени. Это совсем немного. Совсем немного, да, на самом деле. Вот уже 2 балла идет Елена. Грамотно держит дистанцию. Я бы даже сказал, без особых усилий. Чувствует она соперницу. Вот еще пытается Елена сорвать дистанцию. Сближение и сразу атака идет. А так дистанцию держит, не подпускает соперницу. Асадулина давит. Давит, она пытается сократить дистанцию, чтобы выйти на нужную и забрать балл. Но Елена находит момент и срывает эту дистанцию. И Асадулина не готова к этому. Успевает только уклонить ее голову, сделать защиту. Вот еще за пять дернулась вперед, но без конкретного действия. И Елена пользуется этим и зарабатывает очередной балл. Два флажка мы видим, что выкинули судьи. 3-0 становится счет. Уверенность по ходу поединка дополнительно приобретает Елена. Потому что остается всего лишь 30 секунд. Вот мы видим момент, что буквально чуть-чуть ногой не попала Елена. Когда она могла быть на разручке еще больше. Не хватило по амплитуде. Вот жесткая мы видим работа. Асадулина достаточно грубо попадает сейчас в голову. Немножко потрясла Лену. Сюда прорывает хорошая, агрессивная, в хорошем смысле, работа. И уверенно, победа Ирины Степановой. Я бы сказал даже, не то что в тренировочном формате. На классе. Конечно же, класс Ирины Степановой очевиден. Вы хотите сказать, что при желании она еще может и прибавить, да? Узная спортсменку. А у нее шансов нет. Ее только остается прибавлять. Потому что она стала членом сборной команды России. Подтвердила это звание. И, соответственно, естественно, тренера сборной будет ее готовить именно к максимальной форме. Чтобы она смогла уже завоевывать.